Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно получить рамочку ангела в событии падения трестрама, которая выйдет в патче 2.4.3. Напоминаю, что патч 2.4.3 где-то стартанет в начале января 2017 года. В данный момент на основном сервере действует патч 2.4.2, поэтому пытаться получить эту рамку сейчас вам нет никакого смысла. Я же данное видео делаю для того, чтобы когда выйдет этот патч в 2017 году, вы уже знали, как эту рамочку можно получить, если, конечно же, она вам нужна. И кому эта рамочка нужна, то и группе лиц это видео как раз таки и посвящается. Ну что ж, давайте приступим. Итак, чтобы получить рамку ангела, нам надо выполнить задание под названием «Я чую душу, что жаждет ответа». И чтобы выполнить это задание, нам надо найти 7 страниц. 3 страницы записок Адрии и 4 страницы записок культистов. А для того, чтобы разобраться, где находятся эти записки и из кого они дропают, нам понадобится наша карта. Итак, мы открываем карту и нас интересуют на этой карте 8 локаций. Это собор уровень 1, собор уровень 2, собор уровень 4, залы огонь номер 3, залы огонь номер 2, залы огонь номер 1, гниющий лес, а также лощина стенаний. Итак, мы заходим в наши локации в абсолютно рандонном порядке. То есть нам нет никакого значения, с какой локации начать, а какой локации закончить. И что мы с вами ищем на этих локациях? Нас интересует группа от 4 до 6 темных сектантов. Или же темных культистов, не знаю как будет переведено в русскоязычной версии. Они размещены абсолютно в рандонном порядке на всех 8 локациях. То есть находиться они могут в любой точке, что допустим залы огонь, что допустим собора. Но что они там будут, это 100%. Так вот мы подбегаем к этой куче сектантов, само собой приговариваем их к смерти. А после того, как они испустят свой дух, из них выпадет какая-то из страниц. Напоминаю, что нас интересуют 3 страницы записок адрии, а также 3 страницы записок сектантов. Мы эту страничку подбираем и летим на новую локацию. Пробегаем все 8 локаций и если нам повезет с первого раза, то у нас появится рамка. Если мы какие-то там странички найдем, то нам придется выйти в меню, ну и опять обижать эти 8 локаций. Но еще раз повторяю, что на каждой из этих локаций 100% гарантия, что будут эти темные сектанты. Так что потратите 10-15 минут, но это гарантия того, что у вас будет новая рамочка. Но когда вы поднимете последнюю страницу, конечно же произойдет определенная анимация, которая появляется, когда вы выполняете какое-нибудь завоевание. И эта анимация будет свидетельством того, что ваша рамочка новая непосредственно в вашем инвентаре. Но подняв последнюю страницу, мы конечно же нажимаем на кнопочку 1, входим в рубрику рамки и ищем нашу рамку ангела. Что-то у меня их как-то много. Вот рамочка ангела, вот она у нас как выглядит, нажимаем использовать. Эта рамочка уже непосредственно переходит в наш интерфейс. И как видите, она у меня уже непосредственно возле моих единиц парагона. И в итоге вот что у нас должно получиться. Как вы видите, я вот нашел все три странички Адри. Вот первая, вторая, третья. А также четыре странички культистов. Они же сектанты. Вот раз, два, три и четыре. Само собой, в Диабло 3 никуда не дец от рандома. И рандом не избежал именно этого события. Все эти страницы могут падать из любой группы сектантов и абсолютно из любой локации. То есть порой, чтобы получить нужную для вас страничку, вам надо обижать полностью всю карту. И может даже не один раз. Но поверьте, это того стоит. Эти странички находятся очень быстро. Если вы используете персонажа, который быстрее перемещается. Допустим ДХ или Крестоносец. Или допустим Колдун в курице. То в принципе выполнить это завоевание и получить рамку не составит вам никакого труда. Но если вас рандом обидит и у вас будут выпадаться допустим парные странички. То есть одинаковые. Вот допустим возьмем страницу культиста. Communication, да. Вот она у меня выпала трижды. Вот эти вот странички, которые уже дублированы. Их можно не собирать, их попросту можно выкидывать. Их может быть и бесконечно у вас, если вам просто бы не будет везти. Так что их можно не коллекционировать. Я их оставил вам, чтобы показать, что иногда падают дублированные. То есть чтобы выполнить мне это завоевание, мне потребовалось всего три рана. То есть три раза я по этим 8 локациям пробежался. И все, рамочка у меня была готова. Так что кто любит различные плюшки в виде тех же рамок, то ребята у вас появляется еще одна возможность заполучить новую рамочку в ваш гардероб. Ну а на этом моменте я свое видео буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь оно было для вас полезным. И вы подчеркнули что-то для себя новое для грядущего патча 2.4.3. Я же с вами прощаюсь. Всем удачи. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok